Затем Здравствуйте, дорогие друзья! Как я рад, что мы с вами опять встретились. И я смогу прочесть вам одну историю из вот этой книги. Называется эта история «История о солдатском камне». Написал её Дмитрий Дмитриев. О чём эта история? Не торопитесь, сейчас всё узнаете. Вот только найду нужную страницу. Вот она. Вы послушайте эту историю, а потом мы вместе над ней поразмышляем. Договорились? Тогда я начинаю. Итак, однажды на одной из просёлочных дорог появился камень. Ну, не то чтобы очень большой, да и не то чтобы маленький. Видимо, кто-то вёз камни на телеге для строительных нужд. Да один и свалился. Так и лежал он с тех пор, мешая всем под ногами. И кто бы ни шёл по этой дороге, обязательно спотыкался о камень. Ой, батюшки мои, а! Ну, что б мимо-то, а? Ну, ведь каждый раз, каждый раз. Ой, яблочки теперь побились все. Одни убытки, одни убытки. Ой, ведь откуда ж взялся-то, а? Ну, хоть бы раз не споткнулся. Ну, хоть бы раз. Три рубля десяток. А дужина три с полтиной. Эх, хитрован ты, не отшалишь. Мой товар, он всем товаром. Товар, ух ты, все ноги-то барасцебаешь. Фух ты, фух, набросали камни, а. Ух, сапоги-то ведь не казённые. Убрать-то некому, а. Булыжина три рубля десяток. Здравия желаю. Здрасте. Солдатушки, браво, ребятушки. А кто ваши деды? Наши деды, славные победы. О, вот тебе она. Как ты посреди дороги-то? Ой, так ведь и споткнуться недолго. Да, коли зазеваешься. Непорядок, ух, непорядок. Вот так. Ну вот, всего и делов-то. Здравствуй, солдат. Здравия желаю, милая барышня. Ой. Что? Что такое? А где же камень-то? Камень? Камень. Так вон там у дороги. Так я отнёс. Ты прости меня, милая барышня. Может, я что-то не так сделал? Ой. Спасибо тебе, солдатушка. Так, целый год ходим, ноги об этот камень бьём. А тут нездешний человек взял да и убрал. Ой, добрая тебе здоровьица, солдатушка. Возьми Христа ради угостись. Спасибо. Доброго здоровьица. Доброго здоровьица. Спасибо. Вот тебе на. Сделал-то пустяк. А как раскладывался. Эх, солдатушки. Браво, ребятушки. А где ваши жёны? Наши жёны. Пушки, ружья заряжённые. Вот кто наши жёны. С тех пор камень этот стали называть солдатским камнем. И само место стали потом так называть. И проходя мимо, всегда вспоминали солдата добрым словом. А всё потому, что солдат проявил заботу не о себе, а о тех, кто ходил по той дороге. И это замечательно. Вот, собственно говоря, и всё. Вы скажете, что это простая, незатейливая история. Что ж, вы, наверное, правы. Но мне кажется, в ней есть над чем поразмышлять. Вы только посмотрите, что получается. Заботиться только о себе умеют все. И животные, и птицы. Даже самый неприметный червячок. И тот умеет всюду искать свою выгоду, чтобы ему было посытнее, поудобнее жить. И только нам с вами Господь даровал совесть и стыд. И показал путь ко спасению, путь в вечную жизнь, в Царство Небесное. И этот путь можно проделать, только соблюдая заповеди, которые нам с вами дал Господь. Среди них одна из главнейших. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Поэтому человек обязан, чтобы не стать червячком, заботиться не только о себе. Если вы задумаетесь, то поймете, что даже вам по силам проявить заботу о многих людях. Как это сделать? Попробуйте начать с самого простого. Не мусорьте на улице. Без нужды не шумите. Ваш шум может помешать соседям. Не говорите грубых слов. Это плохо не только для вас. Это может стать заразительным примером для ваших друзей. Тем более, если они младше вас. Впрочем, стоит только начать, и вы сами поймете, сколько заботы об окружающих вам по силам проявить. Потому что путь в Царствие Небесное лежит через любовь к Богу. И, конечно же, что тоже очень важно, через заботу о других. И я очень хочу, чтобы мы с вами, и я с вам в первую очередь, смогли научиться этому и стали настоящими христианами. Ну, а теперь все вам самого доброго, дорогие мои ненаглядные. Помогай вам Бог. А мы будем ждать ваших писем. До встречи.